Во Франции в эти дни проходит Курултай Казахов Европы, на который съехались соотечественники из разных концов Евросоюза, а также Турции, Казахстана. Около тысячи человек принимают участие в мероприятии первом Курултае в постпандемийное время. Для европейских казахов Курултай это событие особой важности. У многих из них нечасто выпадает шанс окунуться в родную культуру. Старая волна миграции – это в основном потомки, осевших в середине 20 века в Турции казахов. Новые – недавние переселенцы из исторической родины. Не все говорят на одном языке, поэтому самое массовое мероприятие Курултая – футбольный турнир. Язык спорта сегодня объединил 13 команд из разных стран мира. Будьба за кубок и заодно знакомство, общение и возврат к историческим корням. Мы живем за пределами Казахстана. Нам нужно сохранить нашу культуру, наши традиции. Для этого раз в год бы такие Курултайи проводились, чтобы мы могли встречаться с сородичами, с хандасами. Для нас это очень важно. Курултайи организовали Ассоциация турецких казахов во Франции, наши дипломаты в Париже и фонд «Отандастар». Программу постарались создать максимально насыщенный и полезный. Мастер-класс от этно-дизайнера Хазипы Халихазе, встречи представителей диаспор в Европе, современный концерт артистов из разных стран мира и даже дискотека для молодежи. Сегодня мы здесь гордо поднимаем флаг Казахстана в самом сердце Европы, в Париже. Мы сегодня собрались здесь всем нашим сообществом, и цель этого Курултая – передать нашему молодому поколению обычаи наших предков, чтобы они не забывали свои корни, свой язык, свою родину. Для этого мы организуем наш сбор, где проводятся различные мероприятия, и приехали 400-500 казахов из других стран Европы. В программе Парижского Курултая обязательным пунктом значится посещение памятников Абаю и Мустафе Шухаю, которые стали культурными достопримечательностями с особым смыслом. Конечно, есть хороший настрой дальше продолжить такие мероприятия. Можно сказать, что это нужно и для казахов, кто живет в Казахстане и за его пределами. Создавая новый Казахстан, мы хотим, чтобы наши диаспоры по всему миру не остались в стороне. Мы хотим помочь им стать в дальнейшем влиятельными и значимыми. Мы с большим удовольствием смотрим на работу наших диаспор. И со своей стороны очень много взаимодействуем с ними по всем направлениям. По данным фонда от Андастар, за пределами исторической родины проживает до 8 миллионов казахов. Воссоздание и укрепление их культурных связей с Казахстаном довольно успешно ведется на протяжении нескольких лет. Теперь настало время для строительства полноценного сотрудничества с укрепляющимися диаспорами во всем мире. Как показал Маал и Курултай, интерес к этому есть у всех. Алиса Сдыкова, Руслан Умиржан, Хабарт, Париж, Франция.